Две недели назад представитель компании Пошгрупп, которая судится с администрацией Центрального района, попросила арбитражный суд перенести очередное заседание. Причина была уважительная, якобы появилась перспектива внесудебного решения спора. Самое удивительное, что представители администрации данное ходатайство поддержали. Такой поворот мгновенно породил слухи, мол, тверские чиновники все-таки готовы заплатить деньги компании, провалившей ремонт дворов в 2017. 28 июня стороны встретились в зале суда вновь. Но разговор начался не с мировых нот, а с новых требований Пошгрупп. Оказывается, теперь на руках у компании есть результаты сразу двух экспертных исследований, проведенных Российским Федеральным Центром судебной экспертизы при Минюсте. В соответствии с выводами экспертизы, теперь аппетиты Пошгрупп выросли. Мы хотели бы уточнить наши исковые требования. На основании экспертного исследования у нас увеличилась стоимость фактически выполненных работ до 9 миллионов 377 тысяч 913 рублей 63 копеек. Напомним, что в центральном районе расположены такие дворы, как на улице Коробкова и студенческом переулке, где жители уже без малого год ломают каблуки и подворачивают ноги. Люди готовы сказать много чего интересного в лицо организаторам ремонта. Но во дворах уже давно нет ни техники, ни официальных лиц. Но вернемся в зал суда. На логичный вопрос суди Натальи Борцовой относительно того самого мирового соглашения, возможности которого шла речь на прошлом заседании, представитель Пошгрупп ответила загадочно. Не можем однозначно, скажем так, в суде заявлять о том, что между сторонами утрачена возможность урегулирования. Мы считаем, что не утрачено до настоящего времени. Пока от ответчиков мы отказа не получали в заключении мирового соглашения. Мировое соглашение, которое устроит Пошгрупп, естественно, будет подразумевать выплату энной суммы. Но согласится ли на такие условия администрация? К слову, на заседании интересы райадминистрации представляли аж четверо специалистов. Но их позиция по поводу мирового соглашения была не оригинальна. Счетом, опять же, приобщенных материалов, увеличением суммы исковых требований, в настоящий момент неуполномоченные давать какие-то однозначные выводы относительно возможности заключения мирового соглашения. То есть, значит, необходимо нам все-таки понимание собственное получить относительно увеличенных требований. Вот как-то так. С юридической точки зрения стороны ведут себя практически безупречно, говоря много слов ни о чем. Не согласились, но и не отказались. Но обещали подумать, а пока не уполномочены делать выводы. Но возможность не утрачена. И так до бесконечности. Я не сказала, Данила. Вы не сказали нет. Следующее судебное заседание назначено на 24 июля. Юрий Бумбур, Антон Шишкин, ТВ Дверь. Субтитры создавал DimaTorzok